Что я хочу сказать по поводу тарифов? Это вопиющий грабеж населения. Грабеж, наглый, неприкрытый. То есть не надо заниматься бизнесом, не надо уже даже получать откаты из бюджета. То есть надо, но есть еще один способ классный. Это когда с каждого собрать по чуть-чуть денег. А уже и не по чуть-чуть. Официально. С каждого. Просто взять в тупую и собрать. Собираем, сеем-сеем-посеваем. Вот так засели нормально уже. Я вам скажу, и никто же не возмущается особо. То есть в других странах у нас выходят на Майданы, когда выборы фальсифицируют. А в других странах уже не просто вышли бы. Уже всех выкинули из руководящих кресел. Вы же помните, были спробы организовать подібные тарифные Майданы. Провалились. Однако что тогда делали силовики? Что тогда сказала влада? Да это все агенты Москвы. Вот эта тактика, когда всех незадоволенных и всех протестующих, протестувальников, оголошивают агентами Москвы. Одно другого порой не отменяет. Иногда агенты Москвы протестуют против высоких тарифов. Но это я так, в шутку говорю. Ну вот как-то наши люди за тарифы не выходят. Тупо платят, молча платят. Терпят. А чему менталитет? Не знаю, вот мне самому удивительно. Вот за фальсификацию выборов выйдут. За избиение детей на Майдане вышли. А вот за тарифы как-то не поднимаются. Ну, как-то так. Меня возмущает это безумно. Я огромные деньги плачу. Ну, безумно возмущает. Тем более, что я понимаю механизм этих сборов, поборов. Я понимаю все это. И все равно плата-то. Ну, что делать? Так само, як и більшість пенсіонарів, які стоять в черзі дощат банку. Да. Так само. Так само. Так само. Так само.